Нет, слушайте, вообще, ну правда, осенило просто, но, наверное, даже смысла нет говорить о том, что во благо или не во благо, то есть у тебя просто возникает возможность выбирать, причём сознательно ты можешь выбрать как и в плюс, казалось бы, так и в минус, и у меня были даже такие ситуации, когда, ну, вот, да, можно было либо в плюс, либо в минус, и я выбирала в минус, то есть, вот он, вот этот момент выбора, вот, всё, меня протесло. Я сложилась за время обсуждения мнения по этому поводу, вот, если сначала я сказала, что я не знаю, как это, но это вопрос, то, наверное, в общем, сейчас я знаю, вот, такие подлости в нашей жизни случаются, чтобы так хорошо встряхнуть нас и в лишний раз так херактить, чтобы потом, чтобы мы собрались для, для, собрались силами для, для консолидации всех наших способностей, умений, чтобы мы сделали какой-то вывод или рыбок, толчок, не знаю, куда-то следующее, следующее поле нашего, 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 да, вот, и, блин, ну, это, знаете, в общем, это моя любимая теория про то, что, чтобы получить новое знание, нужно себя поломать как-то, вот, и если такое происходит, значит, что-то в тебя выпирает, что-то, что-то выпячивается, чего, ну, что лучше как-то убрать, или брать, или там, или изменить, там, чтобы стать более, не знаю, ну, несовершенным, но каким-то более способным к жизни, то есть благо, короче, благо. Смотрите, у нас, в общем, мы плавно перетекли, перетекли в следующий вопрос, он звучит так, если бы, если всё на благо и для развития нашего, то в чём должно заключаться это развитие? Ну, то есть это что, больше ума, у меня интуиция должна развиться, ведь как я не развиваюсь, ну, типа, если подстава была какая-то в три года, да, я вырос до пяти лет, то там уже меня ожидает гораздо более, по моим годам, хитрая подстава, ну, такая, более, да, развивая, то что делает меня сильнее? И каждый раз, действительно, вот этот закон противодействия равен моим, в общем-то, силам, да, никто там не падает совсем в оборок, не помирает, вот так вот, ой, тут такой неожиданный был момент, и я умер, ну, такого нет практически, вот, то есть я всегда как-то прихожу к себе, то есть меня как бы не добивает этот закон, он как бы так на гране всё время действует, вот, и если, мы вот сейчас уже озвучили, что это шаг к познанию, благо в развитии, возможность выбора, между чем и чем я убираю, что это за развитие такое? Продолжает Настя. Ну, что это за развитие? Это, наверное, вот как упомянуть, действительно, может быть, такое, как флажок, посмотреть, ну, куда мне двигаться, что это действительно минус или плюс, надо или нет, или не надо, может быть, не вообще поменять что-то нужно. Мне кажется, такие любые стрессовые ситуации, они дают тебе шансы, ну, как правило, ну, не знаю, может быть, как правило, ну, кто-то может быть не обращает на это внимание, но поскольку такая ситуация, которые, ну, такие ситуации, о которых ты, как правило, часто очень много думаешь, вот, ну, то есть тебе не дают покоя, там, то ли, то ли, там, досада, то ли, стресс, ну, любая ситуация, которая направлена на то, чтобы ты какое-то время о ней подумал. А что ты надумаешь, это уже вот второй вопрос, если ты уже задумался, то тут уже что ты надумаешь, наверное, тебе в любом случае, как, я думаю, что это шанс что-то изменить, наверное, ты в любом случае обогащаешься, потому что ты об этом думаешь, да? Скорее всего, конечно, если ты уже об этом думаешь, то, скорее всего, это, конечно, тебе во благо идет, ты пересматриваешь, перестраиваешь, что ты делаешь поворот, может быть, совсем другую стезю, вот. Что мы говорили о том, что в основном все согласились с тем, что это на благо и до развития, до развития нашего, в чем именно должны выражаться это развитие, развитие какой части тела, ума, эмоций, чего? Что за развитие? Ну, я тогда скажу, что, наверное, всего, ну, правда, такие ситуации, ты, как бы, и умеешь, и, как бы, даешь себе, там, не надо так реагировать, то есть, в эмоциональном плане ты становишься более, может быть, она подконтрольно становится мгновенно. То есть, если это по эмоциям, ты орал, там, бился, например, ты думаешь, что не надо было делать, надо более сдержанно быть, тогда такая ситуация бы не вышла. То есть, это по всем фронтам, так сказать, ты получаешь шанс усовершенствовать. Да, я тоже согласна, что по всем фронтам это такой момент для развития, как личности. И, действительно, в течение жизни эти ситуации, они подстраиваются, так и, ну, происходит таким образом, да, ты вроде бы взрослел умнее, а они опять происходят, да. То есть, как говорится, нет предела совершенства в этом смысле, это работа. И мне кажется, что мы, когда чего-то хотим, мы всегда, вот, как бы у нас есть определенная картина, как это должно случиться, и так это для меня все должно быть прекрасно, и вообще меня не интересует. Вообще весь остальной нет. А вот эти ситуации показывают, что все, ну, что не может все происходить так, как ты хочешь, как ты себе это нарисовал. Ты для этого должен измениться, или что-то сделать, или, ну, то есть, вот эти ситуации показывают тебе, что ты должен себе изменить, чтобы эта ситуация произошла. И поэтому они настолько неприятны, потому что мы не хотим меняться никогда сами. Мы всегда хотим, чтобы мир менялся, и все происходило, вот, согласно нашему сценарию, а ситуации нам показывают, что этого не будет происходить, что ты должен делать что-то, и это не обязательно какие-то внешние изменения, это могут быть внутренние изменения, да, но чтобы это произошло, ты должен что-то сделать для этого. И вот мне кажется, эти ситуации, они как раз как внешние силы, которые нас приводят к этому осознанию и заставляют как раз развиваться. Я бы сказала, что какого-то единого такого развития для всего человечества, но у него нет такого вот идеала, что эти испытания мне для того, чтобы я стал таким человеком с такими качествами, вот. И, ну, к чему оно может привести, к тому, что вот есть индивидуальные баги, которые там с годами, но либо они сгладятся, либо человек совершенно избавится от них, может быть, придут новые, а может быть и нет, вот. А может быть вообще оказаться, что он поймет ложную систему своих потребностей и захочет чего-то совсем другого, или примет свою жизнь, как она есть, ну, разные могут быть сценарии. Самое главное, чтобы человек, как бы, был счастлив. В этом, наверное, и состоит, ну, какая-то цель, разумеется. Как-то так. Я думаю, слишком много идет в теории, в философских, и как Леонид сказал, что просто надо делать. Которое только философство. Хотел, сделал. А остальное, это помогает мне, я развиваюсь, чтобы все-то... Надо посмотреть конкретные ситуации, чтобы люди были, как, слава, говорю, объединяются, группы поддержки, единомышленники. Потому что характеристическая ситуация, саму пройти через конец спорта. На мой взгляд, как бы, такие ситуации полезны в том плане, что вот если после того, как все это утихнет, эмоциональный вот этот вот всплеск, связанный с обломом, вот, полезно это все дело проанализировать и, в общем, свериться с собственными желаниями, надо ли оно тебе было. То есть, вот, в такой ситуации, как правило, рано или поздно ты приходишь, ну, после, как бы, после завершения этой ситуации, вот, спустя какое-то время, ты все равно, как правило, рано или поздно приходишь к выводу, что это, в общем, было все равно не твое. Потому что ничего хорошего из этого бы и в любом случае не вышло. Поэтому, как бы, это полезно с точки зрения лучшего осознания своих, собственно, желаний. Ну, тут есть развитие. Я поддерживаю. Следующий, давай. Не, нечего сейчас, чего говорить, то все уже. Что делать? То, что вы сказали, пожалуйста, если можно повторить. Ну, если Леонид не хочет, я скажу. Ничего, нечего. Это уже, кажется, хочется. Купить, поехали, нечего. Вопрос был такой. Что если все для блага и для развития, в чем именно заключается это развитие? Развитие чего во мне? Пишешь себе, мое развитие это, мое благо это, я хочу этого. Что будет, если я сделаю это? Если плохое исключить, если мучное исключить, диета такая, знаете. Так что развивается во мне в связи с этими событиями? Какая мне разница, а? Вопрос в этом. Мы изразличны. Мне интересно. Я не заборачиваю, честно. Все понятно. Даша. Мне хочется вообще сейчас процитировать словами Пушкина, вот сколько нам открыто чудных готовит посвящение духа. И опыт самошибок трудных, и гений парадоксов вдруг. Все, не даже просто добавить. И случай, Бог изобретатель. Последняя строчка, все забывали. Это особенно к нам сегодня актуально. Это случай, да. Правильно, что это тема? Да, и все, что там дальше. Да, да, да. Бог изобретатель, а в других, Бог танцует и играет в наши игры. Потому что у нас опыт не захочется. Он просто подпрыгивает, так хочет показать. Что же у нас развивается благодаря этому закону? Как я поняла, он предлагает задать измерительную какую-то шкау, что ли? Но это абсурдно, мне кажется, это невозможно. Все разные. И ситуации подставлены у всех разные, прокачивать можно в связи с этим разные силы. У кого-то все не случается, у кого-то не все, у кого-то ничего не случается. Я думаю, здесь нужно ходить от всякой задумки. Ну, короче, есть такой род вопросов, на которые действительно проще не думать, чтобы просто не отвлекаться от более каких-то насущных и применимых на практике вещей. Я скажу так, у Вселенной настолько мощный закон, что они непостижимы. И Вселенной — это глубочайший колодец мудрости. Вот. Который, если провалиться, ударившись головой о дно, и там постучали. Старая. Ага. Видишь-ка? Смехи-то, смехи-то. Все в развитии. Ну, мы говорим, о, это все для развития. А все в развитии, видишь, как оказывается, пол стола. Да не лучше не думать об этом. Точно. Травее. Это все я даже сказала через блату. Мы тоже должны думать, чтобы не зацепиться на вещи, которые нерешаемы. В принципе, просто пропустите дальше. Нет, Слава сейчас что-то. Слава может все-то решить. Нет, я продолжу. Поэтому об этом не надо думать, а почти 90% людей работают на заводе и не думают. Сидеть и думать. Не надо недооценивать мыслительные процессы рабочих заводов. Ну, это он так, фигура речи. В чем уже наше развитие происходит, которое мы так на прошлом кругу восхваляли? Да. Это для развития чего? Вот это вот пытаются вылить. Развиваться надо, потому что мы все хотим познать мир. Откуда мы взялись и так далее. И развитие, собственно, в этом и состоит. В общем, я что хотел сказать-то, что по поводу рациональности. Ну, у нас нет вопроса. Да, вопрос. Так это потом выйдет. Все, вылезет. Значит, есть такая теория запрещающихся процентов. В общем, если бы из какой-то точки до другой точки дойти, есть много возможностей. И там есть промежуточные точки, в которых придется выбирать налево или направо, то если все время выбирать только рациональный подход, везде выбирать оптимальную траекторию, исходя из каждой точки, то конечная траектория может быть вообще ни хрена быть не оптимальная, а оптимальная может быть там, где периодически вы в не свою пользу выбирали, но глобально получилось так, что это вообще кратчайший путь. Развитие состоит в том, что мы познаем себя, развиваемся. От этого человек счастлив становится больше. Наверное, счастлив становится больше, когда что-то новое уйдет. Да, например, если вы там, ну вот я женился, да, за неделю я узнал, почему там, например, мужики, когда раздеваются, они снимают футболку вот так, за шкирку, а женщины вот так. Женщины там, не знаю, в туалете, туалетную бумагу вот там аккуратно вот так вот складывают в несколько пидалов, а мужики вот так в конкурс и, собственно... Мужики что? Какие, ты сошел сайтом. А не скажу, выходи замуж. Я вас хочу продолжить просто. Я тоже. Давайте вообще за жизнь и за личную очередь. Шимпанское где? Ну, у нас, к сожалению, лимит времени. Распустили все. Мы сейчас буквально, да, вообще согласились. Мы не лимитированы в лимите времени. Ну, группа сопротивляется процессу познания. Сопротивляется, в общем, не хотят счастья. Ну, ничего. Наверное, сами хотят вести. Тогда все по домам. Нет, у меня вселенная, да, и развитие, да. Мы сейчас вселенной, мы в ее ткани, и когда мы счастливее преодолеваем, она тоже счастливее преодолевает. Эта вселенная не что-то вне нас. Нет, точно. Мы-то в ней, и мы в ее внутренней границе, как органы сердца во мне находятся, в моей внутренней границе. Поэтому ты хэппи, вселенная хэппи. Да, то есть, когда тебе плохо, вселенная тоже страдает. Она просто приходит через кольцо. Вообще, это танец. Что она? Какая красивая. Кришна, кто танцует вообще и радуется. Вселенная. У нас еще нет этого танцует. Ой, ну что ж. Мы оставим, там вот за дверью можно будет поспорить, а у нас сейчас. Заканчиваем уже. Не надо, заканчиваем. Мы под временем уже. Ну что, еще двадцать минут? Да. Мы хотим другое обсудить. Хорошо. Есть вопрос в кармане. Если вы будете себя прилично вести. Не будем. Будем, будем. Не будете? Тогда все будет. Нет. Ну давай вопрос. У нас закончили свою мысль? Да ладно, да. Да нет, ну да. А я просто вот, действительно интересно. Можно же ведь, ну продолжая, да, можно получать всякие непредвиденные выходы из своих ситуаций, там, развитие, да, которое мы не планировали. И можно, как бы, ну говорить, у меня такая судьба, там, стена, там, да, вот, у меня такая трагичная судьба, там, или судьба у меня такая, или вселенная, вот так на меня сует. Ну а можно же, действительно, какие-то выгоды из этого. Мне кажется, вообще проблема в том, что просто немногие эти ситуации ловят, ну в том числе и я, да, такие ситуации, я просто не могу их поймать, да, и вовремя проанализировать. Вот просто это первое. А во-вторых, даже поймая ситуацию, да, вот, что немногие даже, ну это правда трудно, вот так вот сесть и разложить, а в чем могла бы эта ситуация просто проанализировать. Это не затратно, это затратно эмоционально, это время, там, вообще, труп большой, и поэтому проще, как бы, просто забить на это, да, и пройти дальше. А некоторые ситуации вообще невозможно решить на том уровне, на котором находишься, и поэтому, как бы, говоришь так, биться-биться головой, а потом, может быть, поймёшь, почему, когда через два. Ну вот, последний вопрос такой, что может помочь, как вот у Эйнштейна, да, там, в теории относительно, что никакой вопрос нельзя решить на том уровне, на котором он находится, знаете эту тему, да? А вот что, собственно, может нам помочь выйти на этот новый уровень? Что, по кругу? Терпите, Наташа, что-то говори. Папа, она очень... Ой, давай. Я чувствую, ты хочешь вести круг, давай. Ты теперь вот, ты сейчас продолжай. Ну, а что ты хочешь? Идя, что ты хочешь? Как нам выйти и... Задавай вопрос, который ты хочешь. Да, хороший вопрос, хороший вопрос. Ну, вопрос в том, как нам выйти на такой уровень, где мы можем это, собственно, решить, что нам может помочь. Вот Витя знает. Я же не могу сам себя вытащить за волосы, да, туда. Или могу? В этом вопросе. Что можно, Витя? Это я вся? Да кто хочет, отвечай. Давай, Витя. Ты первая. Мне называется, это плохо, зато хорошо. Но при этом неплохо бы иметь рядышком друзей, детей, которые будут говорить. Это плохо, потому что, это ситуация для меня хреновая, потому что там перечисляют я. А другой говорит, не-не, это хорошо, потому что. И перечислять хорошее преимущество. И восстанавливается когнитивный диссонанс. Исчезает, получается, горлое. Все к лучшему. Что происходит, оно должно произойти. Принимается. Мы принимаем любой результат, танцуем дальше. На мой взгляд, как раз эта ситуация вполне можно назвать в серии «вытащить себя за волосы». То есть, в принципе, человек сам в состоянии за счет собственного развития перейти на любой уровень. Вопрос только в скорости и времени, который на это потребуется. Ну, так что, вот, в общем, Ну, любой вопрос, который как-то важен в плане решения проблем, связанных с, ну, то, что мы считаем проблемами с собственной жизнью, Ну, как бы, связанных с этим. То есть, любую из этих проблем можно решить, Будучи на каком-то, ну, на том или ином уровне, вот, собственно, развития. Ну, то все. У меня такая точка зрения. У меня почему-то в голове такая метафора, которая связана с теннисом большим. Вот, чтобы выйти на новый уровень, нужно позволить себе проиграть. Проиграть более сильному противнику. Вот, и если ты, допустим, проигрываешь, там, допустим, я какой-нибудь, Новак Джокович в 2004-2005 году много-много раз проигрываю, там, у Роджера и Федера, у первой ракетки мира на протяжении, там, в последних нескольких лет, в величайшем и, возможно, то, естественно, во всем мире, проигрываю в пятом году, в шестом году, в седьмом году, а потом вдруг в восьмом году не проиграл один раз. Потом в девятом году взял и выиграл, там, у Роджера, когда у него там травм, в десятом году, в одиннадцатом-двенадцатом, первая ракета мира, то есть позволять тебе проиграть более сильному противнику, тогда, может быть, ты выйдешь на новом уровне. И еще, ну, то есть все время играть в высшие лиги, не бояться, что там тебя, извините за это слово, зачмарят. С другой стороны, это плохой путь, потому что, если ты это делаешь во время своего здоровья против, там, каких-то внутренних, против своего внутреннего голоса, ни к чему хорошему это не придет, просто загубишь свое здоровье. Может быть, просто совершенствоваться в своей профессии. Вот как ты, например, каждый день рисуешь. Я знаю, потому что я читаю на фейсбук. Рисуешь каждый день и занимаешься этим, и, возможно, выходишь на новый уровень и становишься лучшим в своей профессии. Каждый день что-то делаешь для этого. Но ты же не просто рисуешь, ты же, как бы, нашла это в себе. Ты всегда, как бы, Таня подозревала, что тебе надо этим заниматься. И в итоге стала этим заниматься. И даже ты вела свой талант, который тебе дал Бог, до какого-то определенного совершенства. То есть, может быть, сначала избавиться от внешних каких-то наслоения того, что тебе общество советует и диктует. Ты должен быть там юристом, журналистом. И найти там то, чему ты должен посвятить свою жизнь. И вот этот самый свой талант развивать. Нужно для этого медитировать. Искать места силы, которые тебе помогут привлечь к структуру. Найти в себе талант, развивать его. И, может, тогда вы лично можете довести его до совершенства, сделать целью своей жизни. Ну, как бы, сам поиск совершенствования. У достижения совершенства, а сам поиск совершенствоваться. Спасибо. Давай. А, у меня в очередь так. Ой, па, высший лигер. Да. Я проиграл. Не знаю, мне кажется, любая ситуация с одноком, плюс или минус, любая напряженная ситуация, в ней нужно, когда в ней находишься, все равно есть вот какой-то нерешенный такой момент, который создает как раз это напряжение. И чтобы выйти на следующий уровень, надо в это напряжение пойти. То есть, а мешает, как всегда, этому страх. То есть, вот где страшно, туда и надо идти. И это как раз вот возможность, та новая возможность, которая...